Всем привет, это Едим ТВ! Меня зовут Роман Табаков, за кадр мне помогает Евграф. И одна из главных новостей в феврале на выставке Продексу была о том, что в портфель компании Лудинг переходит полугар. Для меня это отдельно приятно, потому что до работы амбассадором на компании Лудинг я 3,5 года трудился на полугар. И вот получается, что вот мы опять снова встретились. В честь этого приготовим сегодня коктейль, который был изобретен в Москве, в баре Чайны. Это был первый такой настоящий московский спикизи, настоящий секретный бар, куда невозможно было просто так попасть. И коктейль называется Взлетный. Чисто технически, можно сказать, что это твист на коктейль Aviation. Aviation уже наверняка вы готовили. Ну короче, есть такие коктейли, как, знаешь, например, там Blood & Sand, Bronx. И вот я туда же отношу Aviation, потому что они либо очень нравятся, либо не нравятся совсем. Соответственно, я, например, за Blood & Sand, Bronx, смотря кто готовит. Aviation, опять же, да, очень многое зависит от того, кто готовит. В общем, Кривая-61 это продукт, собственно, от ребят, которые производят полугар. Я даже не знаю, производится ли он сейчас. Грубо говоря, это более крепкая версия полугара. То есть на полугар одно время все наезжали, что что такое у вас там крепость 38,5. Ну, собственно, это и есть крепость полугара. Полугар это была мера крепости. Ну, они взяли и сделали, собственно, продукт крепостью 61 градус. Ржаной дистиллят. Чисто вот в медных перегонах кубах дистиллируется и оставляет повышенную крепость 61 градус. У меня здесь даже есть дата розлива 19.06.2013 года. То есть в этой бутылке скоро будет уже 10 лет. Открыта она, конечно, не так давно, но вот из личных фондов выделил. Для коктейля нам потребуется всего лишь 30 мл. Понятно, почему при такой крепости, собственно, можно наливать поменьше. Дальше. Мараскина 15 мл. Дальше. Сок грейпфрута. Фреш. 20 мл. Сок лимона. 10 мл. Что еще? Сахарный сироп. Буквально 5 мл. Для баланса. Девграф, бывал в чайной? Так и не зашло. А он работает еще? На десятилетие точно там еще был. Сейчас уже ему, по-моему, то ли 11, то ли 12 лет. Он еще работает. На мой взгляд, живее многих. Ребята как-то выиграли, ну, вошли в топ-50 лучших баров мира. Это, конечно, всегда приятно, когда твои заслуги признают. Но они говорят, что к ним очень много стало ходить таких людей, которых, ну, они вообще-то в этом баре не ждали. То есть, которые просто пришли, потому что где-то там, в международном гиде, появился этот бар. Значит, надо сходить посмотреть. Поэтому они сейчас очень так спокойно, мне кажется, относятся ко всем этим вещам. У них типа не бизнес, они так чисто по фану. Слушай, я думаю, что как бизнес они работают нормально. Вопрос в том, что больше не гонятся за этими рейтингами. Мне кажется, они уже всем все доказали. В том числе и временем своего существования. Потому что главная проблема баров в России, мне кажется, это то, что живут они, к сожалению, недолго. Ну, собственно, шейк, шейк, шейк. Достаточно. Подавать будем в замороженные рюмки. Помнишь, кстати, оригинальный состав овейшины? Джин, морозки на лимон, ну и опцион на фиалка. Можно сказать, что довольно-таки далеко от коктейля, но в целом ребята говорили, что экспериментировали именно с овейшином. И украсим вишенкой. Коктейль готов. Зовем Евграфа пробовать. Залетаем. Полетаем. Залетаем. Раскину, да. Так. Много морозкина. Это, знаешь что, это вот у Люксарда такая история. Я тоже с ним работал. Его надо добавлять прям совсем чуть-чуть, 10 максимум, потому что иначе он перебьет нафиг все. Он, да. Но это считается одним из лучших морозкинов, в принципе, которые есть на рынке. Ну, это определенно не мой герой. Так-то в балансе. Ну, слишком много морозкинов. Морозкин, это горечь, вот этот вот вся вкус. Он очень насыщенный. Горечь еще дает грейпфрут. Гладицы и грейпфрут. Да, грейпфрут. Нет, грейпфрут он хотя бы дает еще и там кислоту, сладость какую-то. К грейпфруту у меня вопросов нет. Короче, авиация. Ну, то есть, он не особо-то похож, ну, кроме морозкина, может быть. Но, в целом, видимо, я не люблю коктейли, где много морозкина. Ну, скажем так, от авиации далеко, потому что джиновых нот нет никаких. Нет. Больше вот именно вот этого хлебного, такого вкуса ржаного от Кривача. Ну, и да, у него, наверное, не такой уж и простой баланс. Я бы, действительно, морозкин бы чуть-чуть урезал. Такой вот интересный кисло-сладкий, но при этом довольно крепкий коктейль. Как я люблю, короче. Как ты не любишь. Видимо, да. Ну, во всяком случае, это что-то новое, интересное. Я этого ничего не пробовал. Поэтому, в любом случае, спасибо Роману, что познакомил меня и вас с этим коктейлем. А еще спасибо сайту Эльвайн за то, что наш выпуск сегодня состоялся в принципе. И вы можете купить там много всего интересного со скидкой 35% по промокоду ЕДИМТВ. Скидка не распространяется на то, что уже со скидкой и на товары по спеццене. Там тоже будет скидка, но поменьше. Спасибо Роману. Спасибо всем, кто смотрел, ставил лайк, подписывался на канал. У Романа есть свой YouTube-канал. Ссылка в описании. Можете перейти и посмотреть. Другие соцсети у него тоже есть. У нас есть Telegram и тоже другие соцсети всякие разные. Вы можете на них перейти и подписаться. Если вы хотите поддержать наш канал, у нас есть Boosty, Patreon и Крипто-кошельки, на которые вы можете что-нибудь скинуть. Все ссылки, вся информация в описании к этому видео. Спасибо. До новых встреч. Пока. Пока. Слушай, я вот так прямо сейчас точно тебе не скажу. Баравзес. Секундочку. Да, это игристое балуется. Игристое играется. Мне нравится, в принципе. Крутой и качественный на Ром. Почему нет? Сладенький, я люблю сладенький. Ну что? Завершать что-то надо. Ну что сладенький? Будем завершать. Ох уж эта весна. Красна. Сейчас должна была быть шутка про армянскую весну. Я не знаю, что такое армянская весна. Я тоже не знаю. А в чем шутка тогда? Какой шутки ты ждал тогда? Армянская весна, она такая же, как и все остальные весны. В северном полушарии. И тишина.